Что касается вашего непосредственного вопроса, я хотела сказать, что вы неоднократно заявляли о серьезных рисках в контексте обеспечения безопасности в связи с появлением в соседних с Россией государствах лабораторий, которые осуществляют биологическую деятельность при содействии военного ведомства США. Размещение таких биолабораторий непосредственно вблизи наших границ связано со стремлением обеспечить сбор, вывоз в США штаммов опасных микроорганизмов, которые являются специфическими для региона, которые имеют природные очаги, способны передаваться человеку, изучение биоматериала местного населения, а также на основании этих данных проведение научно-исследовательских работ в отношении потенциальных агентов биологического оружия, которые воздействуют на определенные этнические группы. Мы об этом много говорили. И мало того, мы требовали предоставить возможность посещения этих лабораторий специалистами для изучения и ознакомления с их деятельностью. В частности, это было в отношении лаборатории в Грузии. Вот такая активность США носит массовый характер. Это очень важно подчеркнуть. Не единичный случай. Это система. Это такая большая разветвленная сеть. Под прикрытием оказания помощи в санитарно-эпидемиологической области Пентагон поставил на поток строительство и модернизацию микробиологических лабораторий в республиках бывшего СССР. Наращивание военно-биологической деятельности США и их союзников за пределами национальных границ вызывают у нас определенные вопросы, очень серьезные вопросы в контексте выполнения конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Ввиду отсутствия верификационного механизма в рамках конвенции, а я напомню, что разработку вот этого механизма блокируют Соединенные Штаты Америки и блокируют давно, с 2001 года. Так вот, так как нету такого верификационного проверочного механизма в конвенции, проконтролировать порядок и степень вовлечения таких объектов в закрытые исследовательские программы американского военного ведомства не представляется возможным. Это говорит о том, что американцы ведут не просто запрещенную деятельность, но они блокируют все возможности специализированных международных институтов для проверки своей запрещенной деятельности на направлении биологического оружия. Мы последовательно выступаем за укрепление режима конвенции. В частности, мы предлагаем возобновить работу над юридически обязывающим протоколом конвенции с эффективным механизмом проверки и включить отчетность, ежегодно передаваемую государствами, участниками конвенции в рамках мер доверия, информацию, ведущуюся за рубежом военно-биологической деятельности. Но еще раз хотел бы подчеркнуть, что Соединенные Штаты Америки от предоставления таких сведений отказываются.